Дорогие друзья, всем привет! Поздоровай! Мне тоже здорово! Евгений, как и обещал, все-таки пригнал свою машину из Уфы. Бедолага, ехал 6 дней. За эти 6 дней супер-мега устал. Очень много есть чего рассказать. Кому интересно, как пригнать машину из России сюда, обязательно смотрите это видео. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас Женя вам все расскажет. Итак, друзья, начнем, перейдем к рассказу. Евгения, расскажи, Жень, каким маршрутом ехал? Из Уфы? Да, из Уфы. Из Уфы я ехал вначале до Бачевска. Это первая граница России-Украина. Там меня развернули наши, кстати, пограничники. Российские? Да. Что говорят? Сказали, что нет основания пересечения границы. Ну, то есть там разговор довольно короткий. Там берут документы, проверяют, спрашивают, есть основания, нет. Если нет, то говорят, до свидания. А в качестве основания вообще что может быть? В качестве основания может быть, я не знаю, посещение родственников, приглашение там от родственников. Причем не от всех. От ближайших? Ну, первое колено, там, по-моему, или как это было. Первая категория. Вот. Это лечение и, по-моему, еще обучение. Но обучение под вопросом. То есть, если там, допустим, тебе прислали приглашение в университет. Короче, так просто в Украину вообще на машине не заехать, даже если ты просто хочешь заехать. И причем проблемы с нашими этими пограничниками. Я бы сказал иначе. В Украину заехать можно. Из России не выпускают всех. Интересная, конечно, политика. Короче, на всем пути ты столкнулся с тем, что везде оставляли палки в колеса, да? Там что-то наверху поругались люди, а простые люди страдают. Я могу вот сразу вот так все это дело характеризовать. Ну, если совсем там подвести черту, да, то, наверное, так можно это описать. Ну и все, и потом я развернулся и поехал уже пересекать границу России-Беларуси. Вот. Я сразу, наверное, да, скажу о том, что более подробно свой рассказ вы можете увидеть у меня на канале. Да, сейчас ссылочка появится в этом углу экрана. Переходите, смотрите. Да, я там все подробно описал. Вот. Здесь мы быстренько, значит, да, я пересекаю границу России-Беларуси. Я в Гомеле. А это значит, что я успешно прошел КПП между Россией и Беларуси. И сейчас готовлюсь для того, чтобы пройти очередное КПП уже между Беларуси и Украиной. И в этот же день пересекаю границу Беларуси и Украины. С беларусами были какие-то проблемы? С беларусами вообще никаких проблем. Причем, как в первом, так и во втором случае беларусы даже документы не смотрят. То есть просто пропускают и все. Вот. С украинцами были проблемы. Можно их тоже охарактеризовать так. Платите пять тысяч и никаких проблем у вас не будет. Рублей? Да, пять тысяч рублей. Ну, недорого, я бы сказал. Да. Далее, что, путь лежал через Украину. Ага. Я уж не помню, как город назывался, с которым я пересекал границу. Но, в общем, это недалеко от Гомеля. Гомель находится на территории Беларуси. Я видел в Инстаграме, это в Киеве было. Там восхищался архитектурой. Да, я доехал до Киева, потому что уже сильно очень устал. Можно было не останавливаться, кстати, в Киеве. Люди так и делают. Люди сразу пересекают границы и едут до Одессы. Собственно, Одесса, по сути, это и является конечной точкой именно маршрута по Украине. Город Черноморск, но это, по сути, Одесса. Это как вот, я не знаю, как Мухмутлар здесь в Аланье. Вот. Ну и все, и там мы погрузились на паром. Надо сказать, что погрузка на паром, это тоже дело не из простых, то есть это тоже не пальцем щелкнуть. Заняло это где-то часа четыре, наверное, в большей сложности. То есть ждали, пока все загрузятся? Ну, во-первых, неорганизовано все. Во-вторых, да, ты плывешь вместе с дальнобойщиками. Грузятся в начале дальнобойщики. Так как у дальнобойщиков тоже огромное количество груза, там это все проверяются документы и так далее, в общем, есть определенные проблемы. Ну и далее у тебя точно так же проверяют документы все, проверяют, что ты везешь в машине, саму машину, тебя проверяют. Вот. Происходит ровно то же самое, что происходило на въезде в Украину. Хорошо. Со стороны Украины. А в Черноморске ты уже получаешься паром сразу в Турцию? Да, да. Какой город? Карасу. Карасу? Или Карасу, да. Или Карасу. А сколько времени здесь заняло на пароме? Ну, там сутки. Там буквально сутки вы плывете. Ну, надо сказать, что паром довольно удобная штука, потому что вы можете спать. Ты в каюте спал или прямо в машине? Нет, конечно, в каюте. Конечно, в каюте. Ну, я знаю просто ребят-дальнобойщиков, которые спят, но там в каюте, точнее в кабине спать не разрешают. Разрешено спать на самом, как это, пароме, но не в каюте, а вот просто сидячие места. Такие тоже продаются. Ну, короче, зарабатывание денег, да? Ну, да, люди реально, там, дальнобойщики, вот я видел, как они просто сидят, спят. Сутки. Да, то есть они там что-то сидят, чай пьют, спят и так далее. Ага. Вот, собственно, паром супер, очень удобно, всем рекомендую. Ну, и все, и потом, когда мы приплыли в Карасу, да? Карасу. Как тебя Турция встретила? Карасу. Турция встретила лучше даже, чем белорусы, по-моему. Ну, то есть Турция единственное, что вы пересекаете границу, то есть если там страны СНГ, то здесь все-таки чуть-чуть посерьезнее этой отметки в паспортах и так далее. Ну, то есть, кстати, когда вы пересекаете границу с Белоруссией, у вас никаких отметок в паспорт не ставят, поэтому этого не ждите. Может быть, может быть, если прям супер-супер официально пересекать границу, может быть, что-то и поставят, но поговаривают, что даже штампиков нет вот этих на границе у пограничника. Ну, вообще, как, короче, такая братская страна. Ну, да, да. Сейчас так вообще, по-моему, упростили настолько, что можно спокойно пересекать эту границу. Ну, то есть абсолютно. То есть если в момент, когда я ехал, еще могли быть какие-то вопросы, я не говорю, что они были, именно могли быть, то, по-моему, со 2 декабря какой-то законопроект подписали между тремя странами Казахстан, Россия, Белоруссия. Ну, типа, могут жители этих стран спокойно пересекать границу. Ну, чтобы все упростили, да? Да, да, друг друга. Понял, понял. С Карасу ты уже, в общем, в Аланию поехал непосредственно, да? С Карасу я уже поехал в Аланию. Сколько там времени? Ты же, получается, поперек, да, всю Турцию проехал? Да, да, ну, это где-то заняло, наверное, ну, суммарно, если с моим сном, вот этим 2-х часов, наверное, часов 10, может, почти. В общем, где-то в час, в два, вот так вот, мы вышли уже из порта. Час-два дня? Дня? Нет, ночи-ночи. А, ночи? Да, да, то есть мы приплыли ночью где-то там в 11 часов. Да, мы там что-то 2 часа вот у нас вот с этими документами там туда-сюда. Да, ну, причем не все 2 часа все мучились, а просто из-за огромного количества людей, там, кучи документов, дальнобойщики и так далее, тут на 2 часа затянулось. Потом мы вышли уже, что, с самого порта, мы выехали, ну, через 2 часа где-то был, вот я говорю, где-то час-два ночи было. Все, и потом мы, что, поехали друг за другом до Аланьи. В час... Там с ребятами, да, познакомились, они тоже в Аланьи что-то ехали? Да, в час дня я уже где-то здесь был. Да, да, практически все приехали, кстати, в Мухмутлар. Да, да. Да, да, там может быть, ну, из 20 машин, которые были вместе с нами, именно легковые. Ага, все в Мухмутлар? Ну, 3 были не в Аланьи, и остальные 17 были в Аланьи, и из них 16 были в Мухмутлар, один живет в Обе. Офигеть. Ну, вот так. Так, 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 мне интересно, вот, качество дороги вообще, где вот лучшие были дороги, где худшие? Вопреки всеобщему мнению, первое место, значит, вот, по качеству дорог я отдаю Турции, второе, Россия, третье место Белоруссии и самые плохие дороги в Украине. В Украине можно сказать, что нет вообще дорог. Ну, правда, то есть, представьте, это была автомагистраль между Киевом и Одессой, два главных города в стране, и она просто, ну, отсутствует. То есть, там местами есть дорога, по которой вы едете и не понимаете, что вообще происходит. Я понял. По времени у тебя сколько все заняло? Шесть дней, получается? Да, шесть раз суток. Теперь ты понимаешь, да, прекрасно, почему я со страхом... Абсолютно. Со страхом жду вот эту обратную дорогу, вот эту. Поедете, если из России сюда, обязательно берите второго водителя, потому что все ребята, с которыми мы познакомились на пароме, кто ехал один, но это уже не люди. Издевательство, но это уже есть. Давай поговорим насчет материальной составляющей. Сколько вообще денег ты потратил за всю дорогу и где вообще сколько пришлось отдать? Я не то, чтобы прям сидел считал, но как-то прикидывал в голове. Наверное, около 60 тысяч я потратил на все, на то, чтобы привезти сюда машину. Из них 27 ушло на паром. 27 тысяч паром стоит? Да. Но это и каюта, и машина. То есть это по отдельности считается. И, наверное, тысяч семь, может быть, восемь я потратил на гостиницы. Что-то там совсем незначительную часть я потратил на еду, может, тысяч четыре-пять. Потому что я брал с собой, мне собирали прям целую авоську, которую я ел по пути. То есть это тоже очень важно. Берите с собой еду, прозапас, не надейтесь на то, что вы там где-то в дороге поедите, где-то в кафешечке. Как что ехал, в топку закидывал. Да, вы просто едете и потихонечку кушаете. Особенно если вас там двое водил, то пока один едет, второй ест и спит. И потом вы меняетесь, все абсолютно нормально. Хорошо. Ну, где-то вот 60 тысяч, наверное, на все я потратил. Остальное на бензин? Ой, на у тебя дизель, да? Остальное на бензин и на взятки. Ну, тут уж что скрывать, это открытая информация. Ну, не совсем как бы. Ну, откроем, приоткроем чуть ее. Так, ты, получается, на зимней, да, резине заехал? Да, не просто на зимней, на шипованной я даже приехал сюда. Причем здесь, в Турции, они, ну как, они знают о том, что бывает зимняя резина. Шипованная? Но они почему-то, нет, они не знают, что бывает шипованная. Вот что интересно, они не знают, что бывает шипованная. Она здесь запрещена, типа, да? Знают, что бывает зимняя. Да, и она здесь запрещена, эта шипованная резина. Но ввиду того, что они ее ни разу в жизни не видели, они даже не представляют, как она выглядит. Потому что я приехал на шипах. Да у тебя вылетели, наверное, не все по дороге? Ну, нет зачем. Осталось? Хорошая резина. Нет, остались, остались, все хорошо. Да как, почему они должны вылететь? Ты когда зимой ездишь по дороге, по асфальту, потому что так же, ты же не по снегу гоняешь. Не знаю, ты столько проехал, я думал, ну, типа... Нет, нет, все нормально там, ну, шипят они так же, в общем, как и в Уфе шипели. Вот, и, собственно, я почему боялся пересекать еще границу с Турцией? Потому что меня пугали о том, что, типа, они могут не пустить. Ну, тебе здесь надо летнюю, получается, покупать? Да, надо будет. И это, кстати, еще один момент, не везите с собой резину, потому что могут быть проблемы на границе. Ага. Естественно, не на турецкой стране, на стране Украины обязательно, 100% будут проблемы. Вот какие вот, у меня здесь есть такой вопрос такой, какие вообще проблемы-то возникали? Какой-то перевес у тебя там был, что-то ты рассказывал, за что вообще пришлось эти взятки-то давать? Ну, мне-то выписали штраф вообще за смешной. Я купил очень много овсянки. У меня было 12 килограмм овсянки, она же здесь просто дорогая. Ну, ты вообще, да. Она здесь дорогая. Здесь овсянка 100 рублей, да, получается, стоит сколько там? 500 грамм. 500 грамм. Ну, полкилограмма 100 рублей, да. А я купил полкилограмма за 13. Ага. Ну, и заплатил за нее 5 тысяч. Ты для себя, для себя, сколько заплатил? 5 тысяч. Скупой платит дважды, друзья. Ну, забегая вперед, могу сказать сразу, что заплатит каждый, кто пересекает границу. А, ну, короче, ты не за овсянку заплатил. Ну, то есть, я, по сути, заплатил не за овсянку. То есть, там найдут до чего докопаться, и вы все равно заплатите. Единственное, что если будет какое-то действительно нарушение, то заплатите два раза, а то и три раза. Слушай, ну, есть какие-то, может быть, лайфхаки, которые теперь, благодаря своему опыту, ты можешь посоветовать нашим подписчикам, где лучше так не делать, где лучше сделать как-то там определенным образом? Да, лайфхаков таких, по большому счету, ты быть не можешь. Вы просто едете и едете. Единственное, я бы советовал не покупать страховки вообще никакие на машину. То есть, когда вы пересекаете границу с Украиной и Турцией, вам нужна будет грин-карта. С Украиной вам еще нужна будет медицинская страховка. Так вот, вот эти все вещи лучше покупать прямо там на границе или где-то перед границей. То есть, в вагончиках у людей, которые действительно знают, какие документы там 100% примут. Потому что я купил, еще будучи в Уфе, купил со страховки медицинскую. Нет, грин-карту не получилось у меня купить, потому что ее привозят лично, вот, живую. А я уже все это время находился в дороге, то есть, у меня не получалось. Я купил медицинскую страховку, и эту медицинскую страховку у меня не приняли. Ну, мне просто сказали, что, типа, это что, она в электронном виде? Я говорю, ну да. Они такие, ну, не пойдет. Все, мне пришлось возвращаться и покупать новую страховку. Это при условии, что она стоила всего лишь 2 евро. Хорошо. Но при этом геморроя было намного больше. Ну, вот, вот, просто за счет того, что я сделал это заранее. Заранее ничего не делайте, там все можно купить на границе, абсолютно. Понял, понял. Ну, в принципе, я думаю, вкратце мы все рассказали. Вообще, ну, вот, по живописности пути, где вообще было классно. Ты Киевом, помню, восхищался. Мне такой, вау. Киев, классный город вообще. То есть, но я не собирался там останавливаться. Жена настояла на том, чтобы я остановился, поспал. Супруга мне забронировала номер в отеле, который называется Украина. Там в самом центре, да, где-то? Это прям самый центр. Причем повезло так, что так как сейчас уже сезон закончился, номер был супер дешевый. Что-то я там за него, может, ну, 3 тысячи отдал. Ну, то есть, для Киева, чтобы вы понимали, Киев это вот как Москва. Ну, то есть, 3 тысячи это совсем там не деньги для... Такого места. Да, для такого места. И это просто фантастическое место. Действительно, оно там прям исторически красивое. Ну, прям архитектуры очень много. Люди классные, все гуляют, что-то там со стаканчиками, пьют кофе, что-то Глинтвейн там, ну, все сообщают. То, чего здесь не хватается. Да, здесь этого не хватает совершенно точно. То есть, я не могу сказать, что Алания некрасивый город, но ее ни в какое сравнение, там, допустим, с каким-нибудь европейским городом невозможно сравнить, в общем. Так, короче, Киев красивый. Где еще красиво? Ты, я помню, ехал когда уже в Турции по тому же пути, где я, помню, восхищался такая красота, вот эта между гор, вот эта дорога, 4 или там 6-ти она полосная. В общем, за все время путешествия было только 3 места, которые были прям действительно красивые. Первое место, это уже ты упомянул, это Киев. Киев, ага. Второе место, это, опять же, вот это вот ущелье, про которое ты говоришь. Это дорога между Конья и уже Аланией. Да, ну, подъезжаешь уже к Аланией, просто у тебя уже супер настроение, супер красота, тепло, ты такой, блин, я что доехал уже. В общем, это все в горах, вот это вот ущелье, это ущелье все зеленое. Это все очень красиво было. Ну, то есть я просто в какой-то момент поймал себя на мысли, что я любуюсь тем, что вижу, хотя бы очень уставший. Ну, я вот и через Грузию не ехал, там вообще офигенно, конечно. Ну, и вот я вот помню со своей дороги Грузия, конечно, там вообще очень эффектно просто ты едешь вот так. За счет гор, наверное. Горы, да, там вообще со мной. Ну, и там архитектура тоже у них интересная. У них даже полицейские участки взять, их оказывается во всем мире, там они признаны какими-то там произведениями, чуть ли искусство. Но они прям очень, даже обычные домики, вот смотришь в деревне, все как-то со вкусом сделано. Вот. Ну, и, конечно, вот эта дорога, когда ты уже подъезжаешь к Аланию, ну, реально, ты уже такой, блин, кажется, я подъезжаю уже. Вот это начинается красота вся. Да, в общем... Солнце, да? Так будет? Ребят, произошло следующее. Я когда отсюда уезжал, я не был уверен, что я считаю Аланию своим домом. Но, действительно, я расслабился только в тот момент, когда я вот спустился с гор, а тут, да, как звучит, так спустился с гор. Да, да, да. Спустился с гор, въезжал в Манавгат, и потом вдоль побережья, когда я ехал, я такой уже вижу знакомые места, я такой думаю, блин, я дома. Да, да. Вот, ну, действительно, Алания... В этот, в карантин ты, кстати, заехал. Ты заехал в воскресенье, а у нас, кстати, здесь суббота-воскресенье, нам вообще нельзя было выходить из дома, ну, типа, только в магазин можно сходить. А ты как заехал? Да, меня остановили пару раз. Ага. Она такая, говорит, куда едешь? А я вроде понимаете, у меня спрашивают, но я знаю, что если я сейчас отвечу, то меня начнут, ну, спрашивать дальше. Угу. Я говорю, я по-турецки не понимаю, ну, на турецком отвечаем, говорю, я... Вот, они такие... Ну, смотрят на меня, посмотрели на номера, такие говорят, ай, езжай. Ну, вот, кстати, да, вот эта толерантность у местных ГАИшников, она, конечно, тоже... Они к нашим вообще относятся. Ну, они и к своим тоже относятся. Тут к полиции вообще другое отношение. Тут с ними фотографируются, какие-то плюшки из дома им выносят. Ну, и с детства воспитывают, что это не какой-то опасный человек, а это человек, который тебе поможет, тебя защитит. Ну, совершенно другое. Ну, да, там, что-то я ехал, значит, они меняли провода. И получилось так, что огромная трасса была перекрыта за счет того, что через трассу меняли провода. Ну, и провода лежали на дороге. И полицейский всех остановил, естественно, все, кто ехал через эту дорогу, всех остановил, чтобы электрики доделали свои дела все. Я стою, в общем, ехать нельзя в воскресенье. Он это понимает, я это понимаю. Но при этом я не могу найти свою зажигалку, короче. А мне нужно было покурить, потому что я весь нервный. Я, в общем, подхожу к нему, я говорю, есть у тебя зажигалка? Он что-то начинает мне отвечать, я такой думаю, ладно, нет. Уже отхожу к своей машине, он догоняет меня, и такой, вот, типа, друг, есть зажигалка. Ну, они, блин, вообще так прям помочь себе хотят, это прям чувствуется. Да, это удивительно. Ну, для нас, да, это, блин, удивительно. Ну, что, все. Рассказ у нас такой небольшой, вроде бы. Пишите, друзья, в комментариях, там Женя будет отвечать, да, обещаешь? Да, я буду отвечать. Пишите вопросы, что мы еще не рассказали. Я думаю, куча вопросов, кто собирается сюда ехать, тем более, что такая куча народу, когда сюда едет, я даже не знал, что там 20 машин сюда едут. Так я тоже удивился. Причем, это все люди, которые здесь уже жили. Ну, то есть, они здесь живут, они просто поняли, что, да, ребят, вы рано или поздно, вы поймете, что без машины здесь очень тяжело. Ну, вот, несмотря на то, что поначалу вам кажется, да что, я буду гулять там, что-то туда-сюда. Ну, не то, чтобы тяжело, тебе прям хочется машину, потому что тут, блин. Здесь есть, куда поездить. Классно на машине. То есть, в России вы машину покупаете для того, чтобы ездить на работу, в основном, что-то там на дачу, туда-сюда. Чтобы выживать. Да, а здесь машина нужна для того, чтобы смотреть и открывать для себя новые места. То есть, вы что-то там сели в машину, в выходные, у меня есть друзья, которые живут с нами в нашем комплексе, они каждые выходные куда-то уезжают. Просто, ну, когда ты приезжаешь из России, тебе сложно вообще смириться с этой мыслью, что люди каждые выходные могут куда-то ездить, отдыхать. А здесь это не стоит ничего. Вы просто садитесь в машину и едете. Все, вот и все, что нужно знать. И обязательно заходите на мой канал, я там выложу подробное видео того, как я ехал сюда, в Аланию, какие были проблемы, какие документы нужно подготовить, как нужно и как не нужно разговаривать с людьми. В общем, будет очень много чего интересного. Ну, по крайней мере, видео точно будет информативным. Все. На сегодня все, друзья. Надеюсь, и наше видео было информативным. Всем пока. Надеюсь, увидимся в Алании. Всем добра и позитива. Всем пока. Пока.